Это лето, хранимир водного рода, это дубыня, хранимир горного рода, велияр, хранимир воздушного рода, хранимир лесного рода и малаша, самая маленькая, но самая мудрая, хранимир рода вездесущая. Леда управляет водой, может вызвать дождь или заморозить воду. Дубыня очень сильный и понимает язык животных. Велияр, если захочет, может исчезнуть, раствориться в воздухе. Хруль может вырастить любое растение. С этими мифическими персонажами ребята вторых классов шестой гимназии познакомились на встрече с автором серии сказок хранимиры Еленой Журик. Книги не просто развлекательные, их основная задача – экологическое воспитание. Мы верим, что через 15-20 лет дети, которые читали хранимиров, дети, которые полюбили этих героев, дети, которые стали в сердце искренними, по-настоящему, не через ум, а через сердце, стали хранимирами, они, когда станут инженерами на заводах, когда станут чиновниками, будут принимать законы, когда станут просто прекрасными родителями, они останутся хранимирами. И они не смогут вести себя на нашей планете, как не хранимиры. Три книги из пяти, вышедших в этом году, рассчитаны на детей трехлетнего возраста, две – на ребят от шести лет. На встрече юные гимназисты не только прослушали отрывок из книги «Вторая жизнь» в исполнении автора, но и сразу же в мини-игре разделили мусор, применили на практике полученные знания. Я сначала неправильно раскладывала, но потом я посмотрела на урну, и у меня там была пластмасса. Я сразу взялась его класть в нужное ведро. Раскладывая мусор в разноцветные контейнеры, ребята узнали, что из него можно изготовить впоследствии, и как это делали их уже ставшие любимыми персонажи. Уже полюбившиеся ребятам герои не покинулись. На следующий год спасать планету от мусора сказочные персонажи будут в очередной серии сказок. А эта встреча закончилась для ребят приятным сюрпризом. На память каждый получил по экземпляру книги «Храни миры. Большой пожар» с автографом автора.